В вашем внимании изображены детали скамейки. В настоящее время мы сейчас будем собирать скамейку. Скамейку студент четвертого курса Никита собирает на раз-два. Для ребят последних курсов это легкость. Тем более, что в новом учебном году оттачивать свои умения они будут в новой мастерской «Столярное дело». Ребята подготовленное помещение уже оценили. Сам Никита признается, даже дышать стало легче. Мастерскую расширили и наладили вентиляцию, чтобы студенты не дышали опилками и пылью. Я узрел в цех, когда пришел сюда старым. Тоже, кстати, было все классно, потому что станки старые, это, конечно, очень интересно. Когда все обновилось на новые станки, это прям стало большим открытием, так как это все интересно и познавательно. Новой мастерской остался доволен и губернатор Алексей Русских. Он пообщался со студентами и преподавателями. Еще одна отремонтированная мастерская посвящена монтажу и эксплуатации газового оборудования. Здесь и сварочное оборудование, и имитаторы магистрали газоснабжения. Все, чтобы на практике освоить такую сложную и ответственную специальность. После выпуска молодых мастеров готовы взять на работу в «Газпром». Не хватает, да? Да, не хватает. Очень не хватает. Какой диктейль сейчас? Сколько специалистов? Ну, у нас сейчас порядка 200 вакансий есть. Мы готовы принять, да. Зарплаты какие-нибудь? Зарплаты стабильные, на уровне средней зарплаты по региону, но у нас большая перспектива для карьерного роста. И зарплата постоянно синдексируется, увеличивается. То есть, главное себя показать, а за этим делами встанет. Третья новая мастерская в строительном колледже – облицовка плиткой. Кстати, в новых помещениях студенты смогут не только практиковаться, но и сдавать экзамены, итоговые аттестации и готовиться к чемпионату WorldSkills. Данная мастерская оборудована современным новым оборудованием, которое в настоящее время используется на предприятиях и организациях нашего региона. И мы думаем, что это позволит существенно повысить качество подготовки квалифицированных кадров. Мастерские открыты по федеральному проекту «Молодые профессионалы нацпроекта образования» за счет федеральных и региональных средств. Всего в этом году открыто 12 мастерских в шести колледжах области. В следующем году обещают обустроить еще 13.